Иду сейчас в Геликон-Оперу сдавать билеты на два спектакля. До 10 апреля спектакли все отменены. Очень жалко, просто очень жалко. Здесь вход закрыт. Идем в другой вход. Собиралась идти на адекватный маркет Блашинка, но вот прочла, что, дорогие друзья, к сожалению, за ситуацию с коронавирусом, мы вынуждены отменить наше мероприятие 21-22 марта и 11-12 апреля 2020 года. По поводу дальнейшего расписания будем держать вас в курсе. Но сидеть дома я не могу, и я мчусь на свой любимый кристалл, на Блашинный рынок. Валерий Анатольевич, здравствуйте. Я так поняла, что ваш Блашинный рынок не закрывается. Сюда можно приходить. В будни здесь мало народа, и поэтому можно совершенно спокойно ходить, без всяких повязок, потому что, знаешь, что просто здесь хорошо. Здесь никакой угрозы быть не может. А в наше время вообще что-то интересное можно купить. Да? У вас какие-то поступления говорят? Да, ну нет. Все, что говорят, это пусть говорят все, кто угодно. Просто у нас поступления практически каждый день. Плюс ко всему я скажу, что эпидеаломическое... Правильно я сказал это слово? Я сам, да. Обстановка у нас очень нормальная, ввиду того, что это здание было построено в 1901 году. И те строители, которые здесь строили, они предугадали, наверное, все, в том числе и какую-то пандемию. В чем это выражается? Здесь, посредине этого здания, то есть помещения, находится огромная шахта, которая позволяет протягивать весь воздух, который здесь находится. Это вообще уникальное здание. Ой, это правда уникальное. Уникальное здание. Здесь нет вентиляции, но вы представьте себе, если было бы такое помещение без вентиляции вообще, здесь был бы такой запах стоял, что здесь невозможно было находиться. Так вот, представьте себе, здесь ежесекундно, ежеминутно идет большой поток воздуха, то есть свежий. Здесь продувается все. Даже в любом офисе кондиционированном нет такого свежего воздуха, как здесь. Поэтому у нас, мы никто здесь не болеем, не кашляем, и мы открыты. И, пожалуйста, люди могут сюда с удовольствием приходить, не боясь ничего. Спасибо. Так что приходите, здесь свободно, пространство огромное, народу пока мало. Посмотрите, а здесь вот кукол сколько. Может быть, кто-то узнает своих кукол? Телефон. Это у меня тоже такой был в детстве. Какая прелесть. Вот эти куклы. Такие знакомые, такие знакомые. Ой, неваляшка смешной такой. А это наши уже более привычные. Какие замечательные шкатулочки Германии. Миниатюрная посуда. Замечательные кофейные чашечки. А вот и чайные трио. Кобальт. Вазочки. Какая потрясающая кофейная чашечка. Ой, красота. Красота. Это все Германия. Ой, какой декор. Какой декор. Вообще, каждая вещь одна лучше другой. Даже вот, мне кажется, невозможно выбрать, что же лучше. Ой, какая красота. Сейчас поподробнее я узнаю. Посмотрю, что за марки это. Посуды. Секундочку. Ой, это Веймар. Я узнаю значок. Какой красивый. Смотрите, какой красивый Веймар. Это все Веймар. А это? Нет, это не Веймар. А сколько вот такой вот стоит? Вот три. Три пятьсот любая. Три пятьсот любая. Надо же. Вот какой Веймар. Красивая. Три пятьсот любая. А это кто, интересно? Луминал. Кажется. Ничего не верю. Там у меня машинка стояла. Тут я рисую все. Да. Германия. Ну, кто? Луминал. Луминал. А, да. Ой, слушайте, правда, какая красота. Красивые все. И вот этот три пятьсот тоже. Вот эти любая, да, три пятьсот. Они пока еще из коллекции, поэтому... Но они из одной коллекции. А, это кто-то собирал? Собирали. Мои, да, мои немцы, понимаете? Забрала. Понятно. А вот посмотрите, такие же миниатюрки кофейные. Чудесные просто. Просто чудесные. Ой, правда, сказочные. Сахарницы, молочные. Ну, то, что надо. Все, в принципе. На пять персон. На пять персон, да. Красота. Ой, вот это тоже чашечка, какая красивая. Тоже это оттуда же. Я смотрю, только без блюдечек, блюдечек, да. Блюдечек, да, и нет тарелочки, к сожалению, утрачены. Вау, ну, красота. Очень красивая. А сколько вот без всего она стоит? Вот одна чашка. Галь, сколько может стоить одна чашка, если утрачена блюдечка и тарелочка? Ну, не знаю. Выберяйте, я смотрю, а там цены нет? Нет. Ну, можно позвонить спросить. Я сама, по-моему, она все начальна. Ладно, в следующий раз придем. Да, это нас не закроют. Извиняюсь, что живем, но я еще не закрою. Я думаю, что не закроют. Вот четыре пятьсот. Будем надеяться. Потому что к вам как раз приезжать очень даже здорово. Вы часто переставляете все, да, меняете местами? Да, периодически переставляете все время. А иначе не интересны покупателям. Вот приходите. А я вот прихожу и не могу понять, то ли все новое снято, то ли... Ну, скажем, что что-то новое, что-то периодически переставляете. Знаете, что это? Это кобальт Германия. Тоже Германия. Кобальтовое стекло из китайского фарфора. Из китайского фарфора? Да. Ну, во всяком случае, это не ГДР, да? Нет. Это где-то раньше. Очень красиво. А сколько такая красота примерно? Я, честно, не знаю. Не знаю. Ну, с порядка, наверное, двенадцати. Поменьше, поменьше. А вот смотрите, Мадонна. Немецкий сервиз, к которому мы так все привыкли. В нашу молодость. Мечта была заиметь такой сервиз, да? Оригинальный урок. Каждый чувствовал себя. Вот оригинальный Мадонна. Заводцов. А, это завод Каула? Да. Это первый, тоже немецкий, первый классический сюжет Мадонны какой был. Да, да. Вот с такими цветами. Ага. Ну, здесь очень много перламутра вот этого. Смотрите, как здорово. Дальше уже все стали делать реплики. Не, и Польша делал, и потом уже немецкий, сами голодные. Да и вот уже другой, да? Их очень много, да. Ага. И Польша все, понятно. Ну, а вот это первое, что было, классика. Сервиз Мадонны – культовый визель СССР. О нем мечтали, довелись в очередях, перекупались с рук. Но я думаю, что и тогда, и сейчас мало кто знает, что на нем изображено. А на сервизе изображены две очень известные мифологические сцены. Первое – соблазнение нимфа Калиоста Юпитером. Юпитера можно отличить по полумесяцу на лбу. Нимфа Калиоста была очень осторожна. И для того, чтобы приблизиться к ней, Юпитер принял вид богини Дианы. Через какое-то время она родила, и боги на нее разгневались и превратили в медведицу с ребенком-медвежонком. На небе вы сейчас можете увидеть их в созвездии Большой Медведицы. Вторая сцена – наказание Кубидона, потому что он содействовал соблазнению Калиоста. Видите, на предыдущей тарелочке он выглядывает из-за кустов. За это Диана его наказала. Она привязала его к дереву и переламывает его лук через свое колено. Все эти картины взяты позаимствованы у швейцарской художницы Анжелики Кауфман. Это была удивительная женщина, потому что уже в 21 год стала членом Флорентийской академии художеств. Для женщины сегодня нечто особенное, а уж в конце XVIII века это была запредельная эмансипация. Представьте себе, послевоенная страна, которая нуждается, как бы казалось, в дешевой посуде. Однако же люди тянутся к прекрасному. И неудивительно, что, как говорят первые сервизы Мадонны, немцы просто смели из магазинов и завалили партию правительства просьбами выпускать таких как можно больше. Их выпускали в изобилии, в том числе разные фабрики. Но надо запомнить, что время выпуска Мадонн после 1953 года. Довоенных в природе не существует. Почему же их назвали Мадонна? Ну, только просто по ассоциации, что прекрасные женщины, их сравнивали, полуобнаженные, которые там были изображены, их люди сразу сравнивали с Мадонной Рафаэлем. Однако же названий таких не было на самом деле. Первые сервизы появились на просторах Советского Союза в вещах, привозимых возвращающихся из Германии офицерами. Больше всего почитали немецкую фарфоровую посуду член жены генералов. Благодаря им-то и распространила слава о сервизе с гламурными сценами, с обилием перламутра и позолоты. У меня есть, она для того, чтобы ей пользоваться. И, конечно же, приходили гости, и мы пользовались и сервизом Мадонна. Чай пили, чашки пили называется. И от чашечек вместо шести у меня осталось только три. И вот теперь я этот сервиз поставила, конечно, в шкаф, и мы им не пользуемся. Нет, вот так, конечно, можно достать чашечку, поставить на стол. Он очень хорошего качества, этот сервиз. И пользоваться этим. Ну, вот как-то после того, как побили эти чашечки, у меня с тех пор сервиз стоит, и я им не пользовалась. Ну, вот это вот маленькое то, что я хотела вам сегодня показать. Эти сервизы в самых различных вариациях делали из ГДР именно для советского рынка. Мадонна отражала мечту советского человека о чем-то неземном, заграничном. И сегодня перламутровая глазурь выглядит алиповато. Но тогда это был образец роскоши. В Германии Мадонн перестали выпускать в 1995 году, после развала СССР. Они стали просто никому не нужны. Однако же на этот рисунок переключились, на эти сервизы переключились Чехия, Польша и вообще кто угодно. Но нынешняя продукция намного хуже по качеству фарфора ГДР. Тот бы имел высокое качество и фарфора, и покрытия. Ну, кстати, подлинность фарфора именно 50-х годов ГДРовских можно отличить по его клеву. В связи с пандемией я предпочитаю не ездить на метро. Если езжу, то только с маской. Поэтому сюда я добиралась по Садовому кольцу на троллейбусе до метро Курска, а оттуда на трамвае. На трамвае народу очень мало. Если будет... Кстати, иногда я езжу на машине. А вам желаю всего самого хорошего. Берегите себя, ходите с масками. Целую. Желаю вам всего самого хорошего. Здоровья. До встречи.